Здравствуйте, дорогие наши партнёры и гости! Сегодня у нас с вами очередной урок, который мы сегодня хотим с вами провести. Это уже третий урок по счёту. И мы сегодня поговорим об очень интересной теме, как продвигать наш бизнес через интернет. Скажите мне, пожалуйста, кого интересует эта тема? Кому это интересная тема? Всем интересная эта тема, да? Вы знаете, мне тоже стала эта тема очень интересна. Я уже с интернетом, бизнес свой, продвигающийся с интернет, уже, наверное, больше года. Больше года. И я хочу сказать, что действительно интернет – это потрясающие возможности. Но самое главное я хочу сказать вам о том, что вопрос стоит в том, какую компанию, что мы продвигаем через интернет. И вы знаете, есть очень много проектов всевозможных, которые можно продвигать. Но наша компания «Локлайф» – это потрясающий проект, просто потрясающие возможности, которые очень легко, очень интересно можно именно продвигать. Вот наш бизнес компанией «Локлайф» продвигать через интернет. Почему? Потому что у нас уникальная компания. Во-первых, компания государственная. Это уже интересно. Во-вторых, у нас эксклюзивный с вами продукт. Мы об этом с вами уже знаем. У нас доступные цены. У нас просто потрясающие подарки, промоушены. У нас потрясающие возможности, потрясающий маркетинг-план. И мы можем легко и с достоинством нести эту информацию в интернет. И людям… И вы знаете, я просто когда столкнулась, уже больше года, да, я работаю через интернет, я просто поняла, действительно, я горжусь, что именно я в этой компании, потому что ту информацию, которую мы даем, людям это очень интересно. Но когда люди… Вы согласны со мной? Когда людям интересно, когда у нас есть интересное предложение, тогда нам очень интересно и легко приглашать и привлекать к себе людей. Итак, давайте мы сегодня тогда более подробно поговорим. И я сегодня хотела с вами просто поделиться той информацией, как делаю я. И если вам это будет интересно и это вам поможет в продвижении нашего бизнеса, то есть вашего бизнеса через интернет, я буду очень рада. Потому что, понятное дело, что мы одна команда и мы заинтересованы, правда, чтобы у нас рос бизнес. И мне очень нравится именно продвижение через интернет, потому что интернет дает нам с вами потрясающие возможности. Почему мы с вами идем в интернет? Потому что интернет – это потрясающе… Это новые люди, это новые знакомства. Это можно… Мы через интернет, мы с вами можем делать международный бизнес. Вы согласны со мной? То есть наш бизнес, вот если мы, допустим, здесь с вами работаем в одном городе, мы как бы ограничены вот этим пространством, нашим городом, нашими друзьями, нашими знакомыми. Но когда мы выходим в интернет, когда мы знакомимся с новыми людьми, мы с ними знакомимся, это и другие страны, и другие города, так же, да? Они становятся нашими друзьями, потом они становятся нашими партнерами. Поэтому мне очень нравится интернет, потому что действительно у нас есть возможность сделать наш бизнес таким международным. Сделать бизнес, чтобы наши структуры быстро росли. Чтобы у нас с вами был очень хороший товарооборот. Итак, смотрите, необходимо в интернете для того, чтобы работать в интернете и продвигать свой бизнес через интернет, необходимо две вещи. Следующее, это инструменты, навыки и знания. То есть, следующее, инструменты, с помощью которых мы будем с вами продвигать наш бизнес в интернете, и умения, способности, навыки, знания. Вы понимаете меня? То есть, мы должны уметь с вами, как использовать эти инструменты и как правильно продвигать свой бизнес через интернет. Почему? Вы знаете, сейчас вот в интернете 2 миллиарда пользователей находятся. 2 миллиарда пользователей. Каждый день в интернет приходит 100 тысяч человек. И примерно в интернете находится 5 миллионов сайтов, сайтов только в Рунете. Представьте себе, какая конкуренция. И когда мы выходим с вами в интернет, то мы должны профессионально научиться работать в интернете, согласны со мной, да, если мы хотим с вами достичь успеха. Но есть такая статистика, что новички, которые приходят в интернет, вот только приходят в интернет, еще не имея опыта, знаний, как работать в интернете, примерно статистика говорит, только 5-10% достигают успеха в интернете. Почему такой маленький процент у тех людей, которые достигают успеха в интернете? Есть на это причины. В основном это те ошибки, которые мы с вами допускаем, когда приходим в интернет. Давайте посмотрим, какие это могут быть ошибки, когда мы только новички приходим с вами в интернет. Первая ошибка, которую мы с вами допускаем, это то, что мы сразу начинаем спамить. То есть спам. У нас мы делаем рассылки, спамовские рассылки, спам через электронку, спам в скайпе даем. То есть мы считаем, что только мы пришли в интернет, значит, у нас самый лучший проект, значит, он интересен всем. И мы, конечно, на таком подъеме, воодушевлении, мы начинаем всем делать что? Свои рассылки, свои предложения. И вы видите, девочки, вот посмотрите, скажите мне, пожалуйста, кто из вас реально получает на электронку, в скайпе, в соцсетях, кто получает спамы? Кто получает спамы? Кто получает массу предложений? Каждый день по 15-20 предложений. Предлагаю бизнес, предлагаю мастерцы, предлагаю то, предлагаю то. Скажите мне, пожалуйста, какая у вас реакция? Как вы относитесь к этим рассылкам? Надоели уже. Надоели уже, правда же? Скажите мне, пожалуйста, вы хотите, вот вы приходите в интернет, вы хотите, чтобы к вам было отношение? Ну, ты мне надоела уже. И я тебя просто с друзей убираю, или я тебя просто спамю, потому что ты мне надоела. Мы не хотим в себе такого отношения, правда? Вот поэтому наша с вами первая задача – научиться, как правильно это делать. Поэтому, смотрите, ошибка номер один – это спам. Мы не должны этого делать, если мы хотим достичь успеха в интернете. Ошибка номер два – это мы занимаемся самоучкой. То есть мы приходим с вами в интернет, мы начинаем с вами что делать, что-то, где-то искать какую-то информацию, как это делать. Мы ищем ролики, мы какие-то тренинги, мы за что-то платим, за что-то не платим. Мы ютуб, масса роликов, как это делать, мы кидаемся туда, мы кидаемся сюда, мы делаем то-то. В конце, в результате, что у нас в результате, когда мы без системы, без проводников, без обучения, без тех путей, которые уже люди прошли, которые могут нас взять за руку и повезти, и научить, как правильно это делать. То есть, будучи самоучками, в результате, вы знаете, вот я просто поняла по себе, уже не первый год, да, в интернете, я просто поняла, что в результате, когда мы с вами самоучки, в результате мы получаем с вами это, потраченные деньги, упущенное время, нулевой результат, за ним следует разочарование и информационное отравление. То есть, вот такая у нас с вами голова, да, потому что там, у каждого, вы понимаете, у каждого свои методы, свои способы, да, у каждого свои стили работы в интернете. В этого мы взяли одно, в этого другое, в третьего, в третьего, в четвертого, это у нас каша, но в результате вот эти вот пазлы, которые должны сложиться в систему, да, у нас ее нет. Вот поэтому мы терпим с вами, как бы так сказать, поражение в интернете. И следующая ошибка, мы можем очень много иметь знаний, притом правильных знаний в интернете, как работать в интернете, это правильные знания, вот, но мы их не применяем на практике. Вот такая голова, у нас куча знаний, мы как будто бы все знаем, но коснись что-то на практике, нужно начинать что-то делать, у нас это не проходит, да, мы этого с вами не делаем. То есть вот эти вот три ошибки, которые есть у нас, которые не приводят к нас к результатам. Итак, дорогие мои, давайте мы посмотрим, чему мы должны с вами научиться в интернете. Во-первых, для того, чтобы иметь успех в интернете, я просто, я же говорю, я буду вам сегодня говорить чисто из своего опыта. Вот, мы должны прежде всего научиться себя позиционировать в интернете. Вы со мной согласны? Позиционировать. Потому что люди, проходите, пожалуйста. Потому что люди прежде всего идут у нас на человека. И очень важно себя, ну куда можно проходить, и очень... Очень важно себя позиционировать в интернете. Итак, давайте мы с вами посмотрим, каким путем мы можем себя с вами позиционировать в интернете. Итак, давайте посмотрим с вами, каким же образом мы можем себя позиционировать в интернете. Способ номер один. А давайте вы мне, наверное, лучше скажете, как вы считаете, каким способом мы можем себя позиционировать в интернете? Через блоги наши и через сайты. Блог и сайт. Смотрите, давайте мы рассмотрим. Вот я сегодня, да, кстати, я не сказала вам, на каких инструментах я работаю в интернете. Я работаю с компанией, я покупаю, беру инструменты и пользуюсь инструментами компании Invep24. Это замечательные инструменты, которые я уже сколько, это два года, которые я просто в своем бизнесе использую и которые мне приносят просто потрясающие результаты. Я очень довольна, поэтому я рассказываю о себе. Итак, смотрите, что у нас есть в этой компании, что я использую в этой компании для позиционирования себя в интернете? Это, первое есть, это блог. Зачем нам нужен с вами блог? Как мы можем позиционировать себя в интернете через блог? Смотрите, девочки, вот у нас, например, есть у нас офис, мы собираемся, мы проводим презентацию, у нас есть с вами прекрасная компания, о которой мы можем рассказать, прекрасный продукт, прекрасные результаты, прекрасные подарки, прекрасные путешествия, прекрасные маркетинги, да, возможности вознаграждения, всевозможные результаты, события, ролики. Ну, все интересно, как живет компания, чем мы дышим, да, чем мы бы хотели поделиться с другими. То есть, смотрите, об этом, о чем я вам сейчас сказала, мы это все делаем на земле. Мы собираемся в офисе, мы встречаемся с людьми в кафе, мы где-то с людьми общаемся, и мы что делаем? Мы даем людям информацию, правильно? О тех событиях, о тех продуктах, о том, о чем я вам сказала. То есть, это мы делаем офлайн, то есть, это мы делаем на земле, чей бизнес через интернет, это онлайн, на земле это офлайн. То есть, это мы делаем с вами на земле, но, когда мы с вами берем блог, у нас есть блоги, мы с вами ведем блог, свой блог, то есть, вот именно мы себя позиционируем через блог. Мы там встречаемся, люди подписываются, люди заходят на наш блог, мы туда постоянно, каждый день выставляем все возможные интересные информации, ролики, работы, наработки. То есть все, что есть самое интересное у нас, мы выставляем на блог. Люди приходят, люди знакомятся, люди знакомятся, люди читают наш блог. То есть мы знакомимся с людьми, мы подружим с людьми, мы общаемся с людьми, мы делаем на блоге, мы делаем их предложения. Они приходят с разных стран, с разных городов, и мы встречаемся с ними где? На нашем блоге. Или мы встречаемся с ним на нашем сайте. Да, вы видели, у меня есть сайт, я себе, я блог не делала, я сделала себе сайт. Вы видели мой сайт, да, Миртовара2013.com, где я рассказываю там о сотой продукте и продаю продукт через интернет. Теперь следующий, то есть это инблог. Следующий способ, как мы можем с вами, вот как я делаю, да, и вот именно бизнес свой строить через интернет, как я даю рекламу. Смотрите, чтобы мне получить клиентов, чтобы получить партнера, чтобы получить, да, строить команду, чтобы росла команда, мне же нужны люди, мне нужно привлекать как-то людей. Как я могу привлекать людей, если я не буду делать рекламу? То есть мне нужно обязательно, что делать в интернете, это делать что? Рекламу. Как я могу делать с вами рекламу? Вот я использую для этого, есть такой инструмент InVideo. Что это значит? Я делаю интересные музыкальные открытки. Может быть, кто-то уже видел мои музыкальные открытки, нет? Вы видели? А, Ванечка, они красивые, да, Валя? Да, классные. Классные. То есть я делаю музыкальные открытки. Смотрите, мы делаем музыкальные открытки, там прекрасно идет открыточка, фон, открытка, туда можно ролики вставлять, различные предложения, различные сайты подключать. Вот. И что мы делаем? Девочки, выключите мобильный. Вот. И что мы с вами делаем? Когда мы делаем эту открытку, то смотрите, сделали мы, например, приходит, мы можем сделать открытку с днем рождения. И у нас очень много с вами друзей. В контактах, в фейсбуке, в одноклассниках, в скайпе, ну, где угодно у нас могут быть друзья, да? И мы знаем прекрасно, приходит день рождения, у нас открыточка с днем рождения. Мы людям отправляем. Или, например, у меня открытка есть очень интересная, очень рада новым друзьям. Как только у меня новый друг подключается ко мне в соцсетях, я ему посылаю эту открыточку. Делаем открытки с 8 марта, с Новым годом, с Рождеством, с Николая, с Пасхой, любой праздник, день сетевика, то есть день доктора, ну, то есть врачами, как он, то есть любой, на любой праздник мы можем с вами делать открытку. Но это называется вирусная открытка. Мы делаем вирусную открытку. Что значит вирусная открытка? Это не та открытка, которая несет вред, да, которая несет вирус. А это открытка, которая очень легко и быстро распространяется по интернету. Ну, например, 8 марта я сделала классную открытку, я прислала вам всем, разосла, вы у меня все в контактах, у меня очень много там 5000, у меня не 5000, а 3000 с чем-то человек, друзей в фейсбуке. И представьте себе, я рассылаю всем открытку, женщина, с 8 марта, с праздником. Но я же не просто просылаю эту открытку, я к открытке прикрепляю свою рекламу. Когда заканчивает открытка работать, играть, поздравлять, открывается реклама. И вот мои друзья, которым я присылаю эту открытку, они все видят потом мою рекламу. То есть это и есть моя реклама. Теперь посмотрите, эту открытку мои друзья получили, но она такая классная, у них возникло желание взять эту открытку, они же сами не умеют такую взять открытку, а там такое поздравление, там такой ролик, там ты столько эмоций получил и вообще наслаждения от этой открытки. И у тебя возникло желание отослать эту открытку всем своим друзьям. И вот эта открытка пошла всем друзьям. А эти друзья своим друзьям. А эти друзья своим друзьям. И открытка эта пошла гулять где? По интернету. Она как вирус пошла. И поэтому она так и называется в кавычках. Вирусная открытка. И представьте себе вашу рекламу, которую вы прикрепили к этой открытке. Представьте себе сколько тысяч человек может увидеть вашу рекламу только в этой открытке. Вот поэтому это один из самых чудесных прекрасных способов вот как мы можем с вами продвигать, делать свою рекламу через интернет. И при том очень успешно. Еще хочу сказать девочки. Ведь мы с вами очень важно. Смотрите. Когда мы с вами делаем рассылки. Мы же делаем рассылки всем. Когда мы с вами делаем, например на земле делаем бизнес. Мы пишем списки. Мы звоним. Мы приглашаем. Мы объясняем. Мы рассказываем. Мы даем информацию. И мы не знаем людям это интересно или это не интересно. А вот здесь когда мы через интернет даем рекламу. А там в рекламе есть такие контактные данные. Если человека заинтересовало, это реклама. Он что? Оставляет свои контактные данные. Он вам попадает и вы видите. Утречко пришло. Вы посмотрели компьютер. А у вас тот-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Человечек заинтересовался вашим предложением и оставил свои контактные данные. Вы там есть скайп, там есть электронка. Вы с ним связываетесь. Вы с ним знакомитесь. Вы с ним заводите отношения. Подружились. Переходите. Его же что-то заинтересовало. То есть через такую рекламу мы с вами получаем горячую целевую аудиторию. Теперь, следующий такой момент. Вот рекламу. Значит, чтобы сделать, ну, чтобы сделать вот эту вот рекламу прикрепить, да, я использую, называется конструктор сайтов у нас. То есть конструктор сайтов InPage. Это инструмент, на котором мы делаем сайты. Вот мой сайт, да, вы видели мой сайт. Он сделал вот этим конструктором. Вы можете на этом сайте делать хоть миллион всех одностраничников реклам, какие хотите. То есть любую рекламу, которую вы хотите, вы можете делать на этом инструменте. Прикрепляете и отправляете. Следующий инструмент, который я использую очень успешно в своем бизнесе, это называется InSocial. Что я делаю с этим инструментом? Девочки, это вообще потрясающе. Не надо вам. Я вам потом, когда закончится это видео, в конце под видео будут ссылочки, где вы можете посмотреть за эти инструменты. То есть зайти, посмотрите, если вам интересны будут эти инструменты, значит, пожалуйста, вы можете тоже ими воспользоваться, в своем продвижении своего бизнеса. Значит, я просто хочу рассказать, как я это делаю, потому что, может быть, вы даже и не слышали, что есть такие методы и способы. Моя задача, как спонсора, вам показать те методы и способы, которыми вы можете продвигать свой бизнес. Значит, что я делаю с этим инструментом InSocial? Значит, это я собираю горячую целевую аудиторию с контактов и с фейсбуков. Что это значит? Ну вот смотрите. У меня, например, в контактах я сделала несколько аккаунтов, несколько у меня аккаунтов, да, в контактах. Можно сделать еще и группы, например, в контактах, да. И что я делаю? Что делает вот этот вот InSocial? Что я им делаю? Смотрите, мы можем, например, с вами, мы занимаемся с вами чем здоровьем, да. И мы с вами, то есть нам какая интересна целевая с вами аудитория? Как мы вот можем работать с вами через соцсети? То есть нам надо, есть определенная целевая аудитория, которая нам интересна. Скажите, пожалуйста, кто нам интересен? Сетевики. Сетевики нам интересны, правильно? Мы же хотим бизнес строить, значит, нам наш бизнес нужны кто? Сетевики. Значит, какие мы можем группы с вами набивать? Какие группы нас может интересовать? МЛМ, сетевой бизнес, маркетинг, да, просто бизнес, интернет бизнес. То есть где у нас вот именно находятся сетевики, в каких группах. То есть сетевики что-то ищут, да, что-то в группах общаются, пишут. То есть интересны сетевики. И так как мы с вами занимаемся здоровьем, нам интересны еще группы какие? Врачи. Врачи интересны. Массажисты. Массажисты интересны. Нам интересны группы здоровья. А скажите, пожалуйста, нам интересны люди, которые просто занимаются своим здоровьем. Которые, например, у них есть проблемы, они хотят улучшить свое здоровье. Или те, которые следят за своим здоровьем. Или есть у людей какие-то проблемы, и они ищут, кто им может помочь решить им те или иные проблемы. То есть нас интересуют группы по здоровью, да, в соцсетях группы по здоровью. Так вот, смотрите, девочки. Преимущество. Вот я просто в восторге от инсошила. Почему? Потому что пока у меня не было этого, ну, как бы инструмента, я просто заходила в группы. И там в группе, например, группа состоит из 10 тысяч. В группе, да, находится людей. 10 тысяч, например. И я, то есть, и там не видно, когда человек зашел в группу. Когда он последний раз заходил в группу, да. Может быть, он 3 года назад, этот человек вообще раз случайно зашел в эту группу, и его больше это не интересует. Смотрите, почему я вам говорю об этом очень важную информацию? Почему? Что нам важна, я хочу подчеркнуть, нам очень важна горячая целевая аудитория. Именно горячая целевая. Почему? Потому что если мы будем с вами в соцсетях рассылать рассылки и предлагать дружбу людям не целевой аудитории, у которой их абсолютно не интересует ни здоровье, ни сетевой бизнес, у них совершенно другие хобби, совершенно другие интересы, а мы будем им навязывать, проситься, друзья, как сетевой бизнес и все остальное, скажите, одному отправите второму, один, второй вас поставили вам спам, и что у вас контакты, фейсбук и одноклассники сделают? Забанят. Раз забанили, два забанили и до свидания. То есть, чтобы избежать, чтобы вас блокировали, а банят сначала на несколько часов, потом на несколько дней, потом на несколько недель, потом на месяц, и представьте себе, вы убиваетесь с бизнеса больше, чем на месяц. Кому это интересно? Никому. Значит, нам нужна с вами целевая горячая аудитория. Так вот, вот этот вот инсошел, я просто в восторге, то, что помогает нам искать именно горячую целевую аудиторию. Каким образом? Я вам потом скину ролик, вы можете посмотреть, как работает вот именно инсошел этот работает. В двух словах просто вам скажу, что я включаю инсошел, инсошел отслеживает группы. Я забиваю группы туда, какие меня интересуют. Забиваю город, забиваю страну, забиваю пол, забиваю возраст, который меня интересует. И забиваю, то есть, свою целевую аудиторию. И включаю отслеживание на 2 часа, на 12 часов, на 6 часов, на 24 часа, на 2 суток. То есть, я сама... То есть, инсошел у меня, он выбирает всех людей, кто в эти группы, там может быть 10, 20, 100, 2 тысячи, 5 тысяч групп. И он абсолютно мгновенно выбирает, кто в течение вот этих двух часов, в какие из этих групп, которые я выбрала, меня интересуют, туда заходили вот в течение двух часов люди. И кто именно заходил. И у меня восвечивается, кто в эти группы заходил из людей. Я кликаю на этого человека, смотрю его аккаунт, чем он занимается, знакомлюсь уже с этим человеком, и пишу ему конкретно, да, что я вас видела в группе такой-то, такой-то, я вам предлагаю, давайте познакомимся. У нас есть общие интересы. Предлагаю, давайте познакомимся. Все. И я ему отправляю приглашение в друзья. Когда он кликает на меня, допустим, его интересует здоровье или сетевой бизнес, он кликает на мой аккаунт, кто ты такая? Пустить мне тебя в друзья или нет? У меня специально полностью подготовленный аккаунт, для того, чтобы это было интересно докторам, чтобы это было интересно сетевикам, чтобы это было интересно каждому человеку, который хочет улучшить свое здоровье. Все. То есть, у нас действительно с этим человеком общие интересы. Он меня добавляет в друзья и пошло-поехало. Мы начинаем переписку. Начинаем дружить, начинаем знакомиться. И я хочу сказать, работает девочка просто потрясающе. Во-первых, вас никто не вспомнит. Во-вторых, у вас вы каждый день можете до 200 человек друзей себе набивать. И сидите себе с удовольствием делайте бизнес через интернет. То есть, вот такие, как бы, есть вот такие моменты, которые мы с вами будем рассматривать. Кому это будет интересно, то есть, я вас возьму за ручку, и мы вместе с вами будем это делать. Теперь следующий такой момент. Я сказала, следующая ошибка. Сейчас я посмотрю. А, еще такой есть. Еще инструмент, который я сейчас взяла. Но, честно, я его еще не пользовалась им. Я его хочу только сейчас изучить, потому что это очень большой такой массивный инструмент. Это конференц-комната. Вот, где мы конференц-комната? Как вы считаете, иметь конференц-комнату, это важно? Если ты лидер, если ты занимаешься бизнесом. То есть, что мы можем с вами делать через эти конференц-комнаты? Проводить обучение, проводить семинары, мотивационные, презентационные. У нас могут выступать доктора через конференц-комнату. То есть, смотрите, ведь если мы делаем бизнес с вами с другими городами, с другими городами, с другими странами, мы же не можем с вами взяли чемоданчик и поехали. Как мы, допустим, в один город, вот другой рядышком там, поехали в гости, съездили по Украине, а вы что не поедете в Польшу, вы не поедете в Канаду, вы не поедете, допустим, в другую страну. Или сейчас в Россию очень сложно, или на севере, или на восток, или в Азию куда-нибудь. То есть, вы же знаете, что у нас компания, да, пожалуйста, страны Азии, пожалуйста, страны СНГ открыты, страны Евросоюза открыты. То есть, мы можем с ними работать. Поэтому нам нужны вот эти инструменты, чтобы, а там начинает расти структура. Скажите, вам надо общаться со своей структурой? Вам надо давать обучение этой структуре? Конечно. Каким способом мы это можем делать? То есть, цивильно делать, через конференц-комнату, где можно отображать и ролики с Ютуба, и с браузера, и слайды, и все, что хочешь. То есть, вот, следующий инструмент – это конференц-комната. Следующая. И следующий такой момент, который я хочу сказать. Инструмент. Это мы сказали, это то, что я вам сказала. Чтобы продвигать свой бизнес через интернет, чтобы продвигать свой бизнес через интернет, нам нужны инструменты. Поэтому я вам просто рассказала, поделилась, какими инструментами, вот этими инструментами компании Invep24 пользуюсь я. Вот. Но теперь следующий такой момент. Мы же должны еще научиться, как правильно пользоваться этими инструментами, да? Вот. Поэтому у нас есть, где я вам уже дала была сайт, и под роликом будет то же самое, где у нас есть бесплатное обучение. Вот в прошлый раз я вам давала альт-клуб. Я смотрела, Валечка зарегистрировалась, да, уже там в альт-клуб. Там столько всего, да? Там столько... Валечка зарегистрировалась. Да, там забуду, действительно. Там столько информации. И для сети легко. И, например, вот чтобы начать заниматься интернетом. Ведь сколько у нас людей вообще ничего не понимают в компьютере, да? Вот кто-то там, детки, внуки, сказали, вот эту кнопочку нажми, вот эту кнопочку. А, боже, какой кошмар. Как мне научиться эти сайты делать? А как мне это научиться делать? А как мне эти открытки? Я даже, я не знаю, какие тут кнопочки нажать. Пожалуйста, в альт-клубе там школы, да, есть и уверенный пользователь, и для компьютера, и как программа. Это бесплатно. И как по скайпу, и как это. То есть там масса идет обучения. Это бесплатное обучение. То есть там есть платное, есть бесплатное обучение. Вот. Вот, но там столько можно всему научиться, вот именно системно. Тебя взяли за ручку, и ты пошел. Вот, поэтому здесь тоже под роликом будет еще раз сайт, я вам напишу, где вы как можете бесплатно зарегистрироваться в альт-клубе, получить достойное обучение, вот как пользоваться интернет-инструментами. Вот, следующее, что я вам хотела сказать. Вот, в принципе, вот это то, что я хотела с вами как бы поделиться. Теперь, дорогие мои, я просто, скажите мне, пожалуйста, кто бы хотел научиться работать в интернете, кто бы хотел научиться продвигать свой бизнес через интернет? Все хотите. Значит, девочки, я не ошиблась. Эта тема действительно является очень актуальной, правда? Очень актуальной. Поэтому, смотрите, я вам сказала, я вам дала информацию, то, что делаю я. Вы вправе делать то, что делаете вы, вот, то, что вам нравится, то, что вы хотите. Смотрите, если, когда вы решите делать, использовать то или одно направление, моя вам рекомендация. Не хватайте сразу за все. Я тут хочу делать блоги, я тут одновременно хочу делать это, я хочу одновременно делать это. Выберите для себя ту нишу, которая вам больше нравится, то, что вам больше по сердцу. Я, например, очень люблю работать именно в соцсетях. То есть, мне очень нравится делать открытки, и я просто, это для меня просто хобби. Я просто обожаю их делать. Вот. Я обожаю делать одностраничники, сайты, странички, чтобы воронки туда, странички, вороночки захвата туда, рекламу делать. То есть, мне нужна реклама, мне на чем-то надо делать рекламу. И мне нужны люди, которым я буду давать эту рекламу. Где лучше всего, больше всего можно найти людей, которым мы можем дать свою рекламу. Где? В соцсетях. Поэтому для меня очень важно научиться работать в соцсетях. Поэтому, дорогие мои, вот такая информация у нас есть. Вот так мы можем с вами работать. Поэтому решение за вами. Принимайте решение. Подключайтесь. И будем с вами работать. Будем продвигать у нас потрясающий бизнес. Будем подписывать людей, будем строить сети, будем делать бизнес наш международный. Будем развиваться. И я вам всем желаю успеха и удачи в интернете и в нашем бизнесе. Ну, на этом мы занятие заканчиваем. До новой встречи на следующем уроке. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok